В это время года мы слышим очень много разных гимнов о рождении Иисуса Христа. Я хотел прочитать один только куплет из одного очень древнего гимна, который был написан в 1868 году. Первый куплет звучит так. «О малый город Вифлеем, когда ты спал спокойным сном, когда рождался новый день в безмолвии ночном, внезапно тьму рассеял небесный дивный свет, родился тот, кого народ ждал много-много лет». Этот гимн очень интересный, мне очень нравится, но, как вы поняли, здесь речь идет о Вифлееме. И сегодня я хотел немножко поговорить именно о Вифлееме, потому что часто, когда мы слышим о Вифлееме, мы думаем сразу о волхвах, мы думаем о пастухах, которые пришли, мы думаем о рождении Иисуса, который был положен в Ясли, именно непосредственно с рождением Христа. Но Вифлеем имеет очень интересную историю, и если мы посмотрим немножко раньше, как этот город встречался в истории, и какое значение он имел для израильского народа, мы очень много можем научиться. Сегодня тему я назвал свою так – «Вифлеем от скорби к славе». «Вифлеем от скорби к славе». Мы увидим, как этот город раньше был связан более со смертью или со страданиями, и как Бог это превратил через смерть Иисуса Христа, и через рождение Христа, и через смерть Его в славное место, чудное место, которое мы теперь вспоминаем и поем такие прекрасные гимны. Я думаю, многие знают, что «Вифлеем» – это значит «дом хлеба», буквально если переводится, «дом хлеба». И как неудивительно, что Христос, который назван «хлебом жизни», родился в этом чудном городе – «дом хлеба». Давайте мы откроем ветхозаветнюю книгу пророка Михея, пятую главу и второй стих. Я думаю, вы уже догадываетесь, какой текст мы будем читать. Вчера мы даже слышали, дважды этот текст цитировался в нашей ценке. Мы слышим его, но давайте обратим внимание здесь, кто не знает, это седьмая книга от конца Ветхозавета. Откройте Библию вашу, чтобы могли следить. Это очень интересный текст. Михея, пятая глава, второй стих. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыка в Израиле, которого происхождение из начала одней вечных». Очень интересный текст. Мы здесь видим Вифлеем, и здесь еще одно имя дается этому ветхому городу – Ефрафа. И Ефрафа – это тоже подобное значение имеет, но буквально это значит «плодовитая земля» или «плодовитое что-то». Так что имя очень интересное – «Дом хлеба» и «плодовитая земля». Кажется, очень интересно. Но вначале мы увидим, что это имя не совсем соответствовало этому городу. До того, пока Христос не стал работать в этих ситуациях, чтобы показать этому народу, как этот город прославится спустя 700 лет, когда пророк Михаил писал, это город еще, нельзя было даже назвать его городом. Он был совсем маленькое место, маленькое село, где совсем не было ничего значительного. Но Господь вот именно таким образом, Он показывает, что это действительно Слово Божие, что это не была какая-то случайность. Господь все усмотрел. Мы знаем, что Господь сказал себе, «Я есть хлеб жизни». И Господь показывает, что Он есть Тот, Который дает нам, как сказано, «Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий меня не будет жаждать». Если мы смотрим Ефрафа, это тоже относится к плодовитости. Мы знаем, что виноградная лоза – это самое то, что плодовитое. И Христос тоже сказал о себе, Он сказал, «Я есть виноградная, истинная виноградная лоза». Мы видим все, как Господь все подвел к тому, чтобы показать своему народу, что именно это маленькое место, совсем незначительное, оно будет наречено таким прекрасным местом, где родился сам Господь Иисус Христос. Вифлеем – это место связано со скорби, которое через рождение Христа Бог превратил в очень славное место. Я хотел обратить наше внимание на четыре таких мысли, которые связаны с Вифлеемом, начиная от самого начала, от бытия. И первая мысль, братья и сестры, – это Вифлеем – это место скорби. Вифлеем – это место скорби. Мы все вспомним, когда Яков, он очень сильно любил свою жену Рахиль. И когда они подошли уже очень близко к пределу Вифлеема, в Ефрафе, там случилась беда, жена его начала рождать и очень сильно страдала. И именно в рождении она умерла. Это было очень тяжело. Конечно, сама Рахиль, она скорбела об этом, но также и Яков, потому что Яков ее любил больше всех. Он любил такая любовь, которую очень тяжело объяснить. Он любил ее очень сильной любовью. И он скорбел, когда умерла его жена. Если вы помните, когда умирала Рахиль, она назвала своего сына Бен-Они. Бен-Они – это как раз и значит «сын моей скорби». Сын скорби. Но Яков решил переименовать своего сына и назвал его Бен-Жамин. Бен – это сын, и Жамин – это правая рука. Бен – или Вениамин, как мы говорим на нашем русском языке. Вениамин он его назвал. И вот мы увидим, что все это имеет какую-то символику, показывая, что Христос – это есть как раз и наш муж скорбей, который когда-то… Исаи написал о нем муж скорбей, изведавший болезни. Муж скорбей, он принял вот эту нашу скорбь на себя, чтобы мы вот стали, как уже не Бен-Они, а Бен-Жамин, чтобы мы стали детьми его правой руки, чтобы мы стали те, которые будут сидеть с Господом. Мы будем прославлены в Господе Иисусе Христе, потому что Он взял наши немощи и наши скорбь на Себя. Мы видим, что Рахиль, она умирала в родах Вифлееми. И также Иисус, когда Он умирал, прообразно можно сказать, что Он умирал в муках рождения, чтобы родить себе Церковь свою дорогую, нас с вами. Иисус умирал в скорби, чтобы нас родить. Это как раз мы видим, немножко такая символика показывает, что да, Вифлеем, он незначительный, но Господь, он заботится. Даже через эту скорбь, через смерть Господь показывает, что придет Тот, Который избавит нас от нашей скорби. В одном из псалмов написано, «Душа моя истаивает от скорби, укрепи меня по Слову Твоему». И мы знаем, что Слово Его, это и есть именно Иисус Христос. И только Иисус может нас укрепить, наши скорби избавить, когда мы приходим к Нему в нашей немощи, отдаем Ему всю нашу немощь, всю нашу скорби, тогда Он принимает ее на Себя и отдает нам Свою славу. Итак, второе, мы обратим внимание, это то, что Вифлеем – это место искупления. Вифлеем – это место искупления. Немножко продвигаясь вперед в истории израильского народа, мы видим, что однажды была одна семья, которая покинула дом хлеба и ушла жить на поле Моавицкие. Илемелех, Махлон, Хелион и Наиминь, они оставили это место, дом хлеба, и ушли жить в совсем чужой стране, потому что не было хлеба. Как-то удивительно, дом хлеба и не было хлеба. Они оставили это место, и мы знаем, что у них произошла трагедия, трое из них мужей, двое сыновей, они умерли. И это тоже показывает, что здесь скорбь, здесь плач, здесь рыдание. Но Господь и эту ситуацию оправдал к славе своей. И Он показывает, что даже через смерть вот этих троих людей Он мог оправдать и Наиминь, и Руфи, Он мог искупить их для того, чтобы показать вот эту самую прекрасную картину искупления. Во всей Библии это есть как раз книга Руфи, как Господь искупил вот эту женщину, которая совершенно ничем не могла похвалиться. Руфи, она не была из племени Израиля. Она просто женилась на одного из, на Махлона, и через эту вот связь она могла получить полное искупление. И я хотел прочитать 4 главу, 10 и 11 стих из книги Руфи, чтобы немножко увидеть, как это все происходило. Здесь написано, «На также и Руф, Мавитянку, жену Махлонову, беру себе, это говорит Ваоз, беру себе в жену, чтобы оставить имя умершего в уделе его, и чтобы не исчезло имя умершего между братьями его, и у ворот места пребывания его. Вы сегодня свидетели тому, и сказал весь народ, который при воротах и старейшины, «Вы свидетели, да саделает Господь жену, а мы свидетели, да возделает Господь жену, восходящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые оба устроили дом Израилев, приобретай богатство в Вифрафе, и да славится имя твое в Вифлееме». Вот самое последнее, то, что мы прочитали, вот мы видим, что «дославится имя твое в Вифлееме», мы видим, что Господь уже начинает превращать это место от скорби к славе, и это, конечно, не очень быстро, это процесс очень многих сотен лет, но Господь показывает, что Вифлеем это имеет особое место в сердце Божьем, и Господь заботится об этом месте, и заботится о своем народе, и даже заботится вот этой иноплеменной женщине, которая через Вуаза, которая полюбила ее ни за что, ни за что, кроме того, что она просто доверилась Богу, полюбила Бога, и пришла, полюбила свою свекровь Наиминь, и пришла в дом Божий, в дом хлеба, и Господь благословил ее за это. Мы знаем, что Вуаз искупил свою невесту в Вифлееме, и что-то подобное произошло и с нами, что Господь, Он родился в Вифлееме, Господь Иисус Христос, и Он искупил нас также своей кровью, Он нас искупил, так же, как Вуаз искупил Руфь, так же и Господь Иисус Христос, Он нас искупил. Мы знаем, что Слово Божие говорит, 1 Петра 1,18, говорит, «Признаю, что нетленным серебром или золотом вы искуплены от суетной жизни, преданную вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца». Мы знаем, что Господь искупил нас так же, родился в Вифлееме и искупил нас своей дорогой кровью. Мы знаем, что правнук Руфи, это стал Давидом, Вуаз, потом Авид и Иисей, и родился у них Давид. И через эту линию уже началось вот этот великий план Божий искупления, даже вот такого тоже незначительного человека, как Давида, он использовал, чтобы превратить это все во славу свою. И мы увидели, как искупление, оно связано с городом Вифлеемом. И это происходило на протяжении 1100 лет, еще до того, как родился Христос. Это тяжело нам подставить, потому что мы читаем Библию, это все как-то уже в прошлом, но в то время, это было тысячу лет, почти разделяло, когда должен был прийти Христос. Но Господь уже именно тогда работал вот через этот маленький городок, Вифлеем, чтобы показать, что Господь, Он превратил, это будет славное место. Это будет место, где родится сам Христос. И третья мысль, братья и сестры, это Вифлеем, это место избрания. Это место избрания, где был избранный первый царь по сердцу Бога. Мы знаем, что Саул был выбранный как первый царь, но он отпал, он отступил от Господа, и Господь увидел, нашел себе мужа по сердцу Божьему, по сердцу своему. И это место избрания. Первое царство, 16 глава, первый стих, немножко об этом прочитаем. «И сказал Господь Самуилу, доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем, наполни рог твой Илеем и пойди. Я пошлю тебя к Иесею, Вифлеем Лянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». И 13 стих. «И взял Самуил рог с Илеем и помазал его Давида среди братьев его, иначе и почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после». Самуил же встал и пошел в Раму. Мы видим, что здесь, в этом незначительном городе, незначительная семья и незначительный человек, самый последний своей семьи, Господь его избрал. Почему Он его избрал? Потому что Он, даже самые маленькие вещи, незначительные, как пасти своих овец, Он делал это от сердца, и Он это делал не для себя, не для того, потому что нужно было, а потому что Он действительно любил Бога, и Он делал все от сердца, от чистого сердца, чтобы показать Господу, что Он любит его. Он не делал это просто как обычная работа, или потому что меня отец попросил, Он это делал от чистого сердца. Мы знаем, что царь Давид, он родился в Вифлееме, но если бы не Христос не вмешался в эту линию, то это бы не имело бы никакой особенной значимости, потому что Давид там родился, но Давид, он был избран как великий царь, он был тот первый герой, который встал против Голиафа, и он убил его, веруя в Бога. Мы знаем, Господь это все сделал, и Он действительно избрал этого молодого юношу, чтобы показать свою славу, что даже вот с такого маленького места в Вифлееме Господь может прославить свое имя. И Давид был простым пастушком в Вифлееме, но он все делал от своей души для Господа, и поэтому Бог послал Иесея, послал Самуила к Иесею, и Бог его заметил, именно этого пастуха, братья даже не посчитали важным пригласить его на это великое событие. Самуил, он был очень известный, его все знали, уважали, но он не пришел, потому что он должен был делать то, что ему поручил Отец. И поэтому Бог позаботился о том, чтобы Иисус также и родился в этом городе, потому что он знал, что Иисус, Господь все усматривал, и вот мы читаем, вот даже то место, которое мы прочитали в Михея, Господь все усматривал, что Мессия должен родиться в Вифлееме, потому что там родился царь Давид, и он жил, и вот эта линия, Господь усмотрел, что Иисус должен родиться тоже там. Как вот сказано, волхвы сказали, где родившийся царь иудейский, они заметили, что это царь, это по линии Давида, это царь иудейский. И хотя Иисус был отвержен народом, и они не принимали его как царя иудейского, но мы знаем, что Бог его избрал, чтобы быть этим царем, чтобы не быть таким царем, как народ ожидал. Они ожидали, что будет тот, который избавит их от всех, от римлян, даст им свободную жизнь, даст им много богатства, как было во время Соломона. Но Иисус пришел совсем для другой цели, для того, чтобы дать внутренний мир, чтобы показать, что внутренно, имея веру в Бога, это намного важнее, иметь этот мир с Богом, важнее, чем иметь мир человеческий. И царь, мы видим, что это происходило за тысячу лет, до того, как родился Христос. Это все показывает нам, что Господь, Он заботится, Он контролирует все истории всего человечества, для того, чтобы привести именно к этой точке, когда должен был родиться Христос. Но мы знаем, что при всем этом, несмотря на то, что Его отвергли народ, что даже когда Он умирая, помните, Ему одели терновый венок на голову и сказали, ты радуйся, царь Иудейский, Ему одели баграницу, как бы показать, какой ты царь, или палку дали в руки, надсмехаясь над ним, но, несмотря на все это, Он перенес это для того, чтобы показать, что я не царь, который пришел избавить вас от римлян, но Я пришел избавить вас от грехов, кто приходит ко Мне, тому Я дам избавление. И вот если мы читаем Откровение, 1 глава, 5 и 6 стих, мы увидим Иисуса немножко другого, чем вот тот страдающий Иисус. Здесь сказано и от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своей и соделавшим нас царями и священниками Богу и Отцу Своему. Слава и держава во веки веков. Аминь. И Давид был тоже помазан. Мы знаем, Давид был помазан в Вифлееме, но Господь также и помазал прообразно Господа Иисуса в Вифлееме. Когда, помните, пришли волхвы, они принесли дары золото, ладан и смирно, и то, что они принесли, это было смирно, и это было смешано часто для того, для помазания, формального помазания, как царей мазали, и они этим показывали, что он помазан как бы в царя именно в Вифлееме. Это все прообразно говорит нам, что Господь, Он заботится, заботится, чтобы все слово исполнялось в точности. И последняя мысль перед тем, как мы будем молиться, я хотел поделиться с нами, это то, что Вифлеем это место воплощения. И вот как раз текст, который мы прочитали в начале давайте мы еще раз его прочитаем и посмотрим, именно здесь сказана такая мысль, что это не просто будет потомок Давида, как вот Иосиф, он был потомок Давида, сын, отец, адаптированный отец Иисуса Христа, он был из потомки Давида, но он не мог исполнить то, что здесь сказано в этом пророчестве, хотя он был, он мог сесть на трон Давида, но он никогда не мог исполнить это пророчество, где здесь сказано, и ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет не тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение из начала одней вечных. Мы здесь видим вот очень интересная мысль добавлена в конце, одней вечных, от начала. этого простой человек не мог исполнить никогда вот это пророчество. Только Господь должен был вмешаться и как-то неестественным образом исполнить это пророчество, потому что мы знаем, что здесь простой человек не может это исполнить. Пророчество здесь говорит о том, что Христос должен существовать до своего рождения, и мы видим здесь как бы две картины, хотя он от дней вечных, но в то же самое время он должен родиться в Вифлееме, он должен быть человеком. Когда мы читаем Евангелие от Иоанна, вот первую главу, когда он начинает с первого стиха, евангелист Иоанн, он говорит, в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И 14 стих, и слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Опять здесь эта мысль о том, что Бог превратил вот это место скорбное к место славному, что через рождение Иисуса Христа Вифлеем стал очень славное место слава, как здесь сказано, славу Его, славу как единородного от Отца. Вот это как раз Господь Иисус исполнил это пророческое слово, которое записано было 700 лет до того, как это все происходило, как Христос родился. Иисус, Божий Сын, был вечный, но родился, чтобы стать как человек, Он должен был быть доступный, Он, если бы появился просто неоткуда-то и сказал, Я Божий Сын, тяжело было бы понять Его, тяжело было бы с Ним как-то иметь общее что-то, но Он родился как младенец в Вифлееме и рос, но Он остался Божьим Сыном. Это очень важно для нас помнить. Интересно, что когда евангелист Матфей, он цитирует вот этот текст, он упускает вот эту последнюю часть, когда его спрашивают, где должен был родиться Христос, они просто цитируют именно место, где, в Вифлееме, иудейском, но здесь вот очень важно помнить, что Матфей, он просто показывает само место, обращая внимание на место, где должен родиться Христос, но вот здесь Михея, он очень важную мысль добавляет, что Он должен быть одней вечных. И никто не сомневался в то время, где должен был родиться Христос, они все знали в Вифлееме, помните, когда первосвященники, они очень быстро могли ответить, что да, Он должен был родиться в Вифлееме. Потом Ирод, он тоже передал Волхвам, Волхвы передали, пошли туда и тоже посмотрели, ангел сказал, что Вифлееме родился и положен в яслях. Потом пастухи тоже пошли, они рассказали всем окружающим о том, что Иисус родился в Вифлееме. Но я хотел отметить одну мысль, которая очень важна, помнить, что с этого момента, когда родился Иисус, до того, когда Он вышел на служение, прошло порядка 30 лет. И очень мало, часть людей знала, что Он родился в Вифлееме. Потому что мы читаем Евангелие от Иоанна, 7 глава, 41 стих. Люди как-то не знали даже, где Он родился. Здесь говорят, другие говорили, это Христос, а иные говорили, разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? Они знали Иисуса как Христа из Назарета. Они знали, что Он там вырос, но не все знали, что Он родился в Вифлееме, но Господь все усмотрел, что именно Он должен был родиться там. Здесь не сказано, что Он должен был прожить всю свою жизнь в Вифлееме, но Он пошел туда, именно Он родился там и исполнил вот это пророческое слово. И из этого мы тоже видим, что Господь, Он заботится о нас, Бог заботится, Вифлеем – это место, где Бог заботится о наших нуждах, и Он заботился даже о том, как вот эта женщина беременная, которая, ну, другим путем она бы никогда не прошла такое большое расстояние, 75 с лишним миль пройти от севера Израиля туда вниз, пройти мимо Иерусалима в Вифлееме. Это было бы невозможно, кроме того, как Кесар Август сказал, издал это повеление для того, чтобы все должны, не было никакого исключения. И Бог именно в этой ситуации повлиял на Кесаря Августа. Кесар Август наверняка думал, что он от себя, от своей славы действует, показывает, что я хочу вот это сделать, но Господь над всем Он действует и Он показывал, что Господь Владыка и Он должен был исполнить все Своё Слово. Мы также видим, что Вифлеем это место, где Бог позаботился и буквально дал место, Он позаботился, чтобы Христос родился не совсем на улице, но Он даже место дал, Он Ясли эти предложил. Господь позаботился о Иосифе и Марии, хотя они ожидали, конечно, места в доме каком-то, в Вифлееме, в гостинице, но Господь и нашел и место в Вифлееме. Мы не знаем, это была пещера какая-то или было место, как мы обычно понимаем, какой-то сарайчик, но Господь все усмотрел, Господь усмотрел место, даже где должен был родиться Его Сын. И мы знаем, что Вифлеем это место славы, потому что помните, когда ангел сказал, что радуйся, он говорит, слава великая, что слава Вышне Богу и на земле мир, что Бог превратил вот это место Вифлеема от скорби к славе. И вот именно когда Христос родился, это действительно совершилось, что Бог превратил это место в славное место. И, братья и сестры, вот заключение я хотел просто нам напомнить о том, как вот важно нам помнить, что Господь может через трудные обстоятельства Он может нам показать, что Он заботится о нас. И вот даже через Рахиль вот эту скорбь, которую она пережила, Господь это превратил в славу. Вот эту скорбь, которую Яков переживал. Или вот Руф, которая не имела ничего общего с Израилем, Бог позаботился о ней, и когда она доверилась Богу, Бог позаботился, Он установил, Он искупил ее. Или Давид, тоже незначительный человек, но Господь его избрал, потому что он имел вот это чистое сердце, он любил Бога. И вот этот пророк Михей, мы прочитали, что он говорит о том, что Христос должен воплотиться в его начало одней вечных. Он не начался быть, когда Христос родился, как младенец в Ифлиеме. И Бог избрал самый как бы незначительный город, Вифлием, Иерусалим намного более как бы подходящий город был, но Бог избрал незначительный город, незначительного человека, Давида, и Он может также и нас незначительных избрать для того, чтобы мы делали вот великие дела для Господа. Это не значит, если мы не какие-то известные люди, что мы не можем что-то сделать. Бог позаботится о нас, Бог может также усмотреть все для нас. И вот даже когда Мария и Иосиф, они искали место, Господь позаботился, и Он о нас позаботился, в нашей скудости. И Бог поможет нам оставить вот это, то, что нам мешало в прежнее, в прошлое время, как вот Руф, она была, может, идола поклонница, она, может, не знала живого Бога, пока она не вступила в эту семью, но Господь позаботился о ней. И все прошлое, то, что у ней было, Бог искупил это через того, что вот Вуазио принял как свою жену. И Бог также нас принимает, Он нас искупил, Он нас принял как невеста для того, чтобы мы были Его детьми. И у нас есть время помолиться сейчас. Давайте поблагодарим Господа, что Он нас искупил, что Он родился в этом маленьком городе, но Он сделал это все для своей славы. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся. Слава Ему за все. Слава Ему за все. Слава Ему.